Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Некоторые моменты я попишу. В тексте они довольно интимного характера. Я, соответственно, не буду их зачитывать. Не понимаю, как ко мне относятся парни. Замужим уже десять лет, и было несколько контактов, которые не вызвали привязанности. Словались и всё. Я понимал, что в интиме муж лучше всех, а другие так не смогут. Хотелось и гриф лет, а не более. Вдруг всё изменилось, появился человек, который зацепил. Я постоянно думаю об интиме с ним. Недавно мы оказались в постели, но не смогла расслабиться и отдаться воле чувств. Короче, ничего не получилось. Он честно ответил на мой вопрос. Хотел ли он меня с самого начала? Ответом, да, можно бы, многоточие. Плюс он молчит при прилюде и ещё любит руководить процессом. Договориться в постели мы не смогли. Я побоялась, что Близис не принесёт мне удовольствие. Собралась и уехала. После этого он общается со мной намного холоднее, чем раньше. Слово в том, что мы работаем рядом, и я просто физически не могу выкинуть его из головы. И мы видим неудобно, что так получилось, а точнее не получилось именно Близис. Недавно увидел его переписку с другой лайки в соцсетях. Меня лайкает крайне редко и инициатива вообще не в основном исходит с моей стороны. Всего чаще в ответ на моё внимание. Я не знаю, как себя вести. Очень меня к нему влечёт. Понимаю, что затупило тогда. Как вести себя теперь? Начнём с того, что ваши вопросы, два, первый в начале и второй в конце, противоречат друг другу. Это одно дело, если вы хотите понять, как вам относится парень, и другое дело, как вам вести себя теперь. Как вам вести себя теперь, чтобы что? Чтобы что? Чего хотите в итоге? Дальше. Вы пишете, что замужем в 10 лет, было несколько контактов, целовались и всё. Понимали, что в интиме муж лучше всех. То есть у вас рождается здесь желание сравнивать мужа с другими. Вот. На поведенческом уровне это выглядит как самоутверждение. То есть вам нужно почему-то доказывать, что мыть лучше всех. Вот. То есть здесь кризис, ну определённая есть кризисная история в отношениях с мужем. Как минимум. Значит, отношения с мужем здесь нужно анализировать, да, и соответственно разбираться в чём проблема. Потому что то, что происходит дальше, в том числе и ваше увлечение с этим человеком, является следствием... Это было следствием вашей неуверенности в себе. Которые проявляются в частности и в том, что вы спросили его, хотели он вас. Вот. И это проявляется в том, что вы не можете выкинуть его из головы. То есть у вас здесь, ну вот, чувствуется прямо неудовлетворённость. И эту неудовлетворённость вы... Как бы вот в том числе и то, что вам хотелось игры и флирта, это вот как раз история про неудовлетворённость в отношениях с мужем. То есть с мужем-то почему-то флиртовать и играть вам не хочется. Вот. И на мой взгляд, то, что вы спрашиваете, как вы со себя с этим парнем, что он там вам не пишет первый, что вы пишете ему первое, что он отвечает только на ваше внимание, это следствие, опять же, проблематики в... в отношениях с супругом. Вот. Это вот очень важный момент, на который вам нужно обратить внимание. Прям очень-очень-очень важный момент. Вот. И вот, собственно, такая штука. Почему появилась такая проблема, а почему вы не смогли... отдаться, как вы говорите, на волю чувств? Тоже вопрос. Я думаю, что проблематика здесь заключается в каком-то стеснении, в чувстве вины, может быть, перед мужем опять же, и в целом некая скованность, а также постановки, выделения интим-интима на первый план, на передний план. Вот. То есть я бы сказал, что вот здесь такая есть проблематика, и... ее вам нужно решать. То есть в чем здесь суть? В том, что вы именно секс ставите здесь на первое место. То есть вы изначально хотели встретиться с человеком ради секса, и есть люди, которых это, в принципе, мотивирует, а есть те, которых... которых это, ну вот... наоборот, демотивирует. В смысле... В смысле того, что... порождают... такой феномен... как сверхмотивация. И этот феномен... феномен сверхмотивации... наоборот, является... таким неприятным, разочаровывающим фактором. Как правило. Вот. То, что вы не можете выкинуть человека с головы, нужно, опять же, поисследовать, потому что... подобная навязчивость, подобная страсть не является... ну... аутентичным, скажем так... состоянием. То есть эта история больше про... ваш дефицит. Про дефицитность вашу. Это нужно... тоже... поисследовать и в этом разобрать. То есть... иными словами, да, у вас... есть вот... внутренний конфликт, внутреннее противоречие. Определенно. И, соответственно... нужно увидеть... из чего она состоит и решить проблему. Вот. Понимаете, да? А если... вас... му... 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 по какой-то причине в чем-то не устраивает... то опять же это нужно выделить, признаться в этом... себе... как минимум... как минимум. Вот. И дальше... дальше уже... искалить из-а-а... из этих моментов. Если мы с вами отталкиваемся, например, от того, что вы не видите ничего плохого, скажем так, в любовниках или в том, чтобы быть любовницей, то это позиция и в таком случае вам нужно, в общем-то, человеком идти на какой-то степени сближения, потому что заинтересованность у вас, у него ограничена той сферой отношений, на которую вы изначально сделали, так скажем, свою ставку. Вот. И, соответственно, если у него, если у него не получилось с вами, вот, то он, естественно, ну, переключится на другую женщину, с которой ему будет легче и проще получить то, что он хочет. Ну, поскольку у вас есть такой момент, что вот вы чего-то хотите, 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 хотите. Да, очень сильно потом, когда до этого доходят вы, как будто бы, значит, ну, что-то типа того, тушуетесь. Вот. Это говорит о том, что вы сами еще вот вероятно не определились с тем, чего вы захотели бы, чего вы хотите и так далее. Вот. Наша задача здесь заключается в том, чтобы помочь вам определиться, так или иначе. Вот. Вот примерно такая история. То есть, обратите внимание, что вся ситуация, которую вы описываете, является следствием определенного конфликта, как внутреннего, так и, может быть, полузавуалированного с вашим супругом. Вот. И, не решив конфликт, этот, не разобрался с проблемой, вы не сможете решить и проблематику с этим человеком, потому что, не определившись сами, вы будете шпикачить к тому, чтобы он вас определил. А это прямой путь к зависимости. Это прямой путь к зависимости от человека, что не является чем-то хорошим и позитивным. Для вас. К сожалению. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...